Господа, Антонио здесь. Сегодня мы поговорим о мощи взаимозаменяемости вещей в гардеробе. Это основа умения стильно одеваться и при этом сохранить бюджет при формировании гардероба. Итак, друзья, небольшая математическая задачка для вас. У вас есть два пиджака, пять рубашек, три пары брюк, два галстука и две пары туфель. Все они взаимозаменяемы. Сколько нарядов получится? Ответ – 120. Задумайтесь. Четыре месяца вы можете носить всего 14 вещей, менять их каждый день и не будете ходить в одном и том же четыре месяца. Это шикарно. И если вы измените их число, например, в два раза, четыре пиджака, десять рубашек, пять брюк, пять галстуков, четыре пары туфель, касательно обуви, будем консервативны. И получится четыре тысячи, господа. Около десяти лет вы можете провести в двадцати восьми вещах. Не забываем про разнообразие в жизни. Я люблю новые вещи. Но смысл в том, если вы сфокусируетесь на взаимозаменяемости ваших вещей, вы сможете создать очень мощный гардероб с меньшим количеством вещей, а следовательно и денег. Также, если вы об этом думали, вы сможете потратить деньги на более качественные вещи. Итак, сегодня я расскажу о трех концепциях, как создать такой гардероб. Одна из них, как подбирать вещи друг к другу. Я потрачу на это много времени. Расскажу о каждом предмете, как все должно располагаться. И если у вас появятся вопросы, если захотите что-нибудь добавить, или что является главным выбором для вас, я хотел бы увидеть это в комментариях. Итак, все, что вы здесь видите, за исключением обуви, предоставлено компанией Лэдбери. Друзья, они хотят вам показать один из самых универсальных гардеробов, с которого можно начать. Пиджак, рубашка, брюки и галстук. Все это вы можете найти на их сайте. Я оставлю ссылку. Бум. Вот здесь. Переходите. Оставьте свой e-mail. Это все, что требуется. Я знаю, что у некоторых уже есть их каталог, о котором я говорил в своем воодушевляющем видео. Но не переживайте. Вводите свой e-mail снова. Вы также все получите. Друзья, обновление выйдет через пару недель. Не знаю, когда точно. Вступайте и начните создавать универсальный гардероб. Итак, что за три основы? Что за три вещи, о которых нужно подумать, когда собираете гардероб? Номер один. Как сидит на вас одежда? Все, что я ношу, опять же, от Лэдбери, сидит так, как нужно и правильного размера. Я знаю свой размер. У них достаточно информации по меркам. Поэтому, когда я покупаю онлайн, я совершаю покупку с умом. Те вещи, которые мне подходят. Так я ни разу не делал возвратов, не терял время и деньги. Смысл в том, чтобы вы нашли одежду, бренд, по вашим меркам. Что вам нужно сделать? Просто снять мерки, которые нужны для одежды. Найти бренд, который делает подобные вещи. Второй пункт. Сфокусируйтесь на качестве. И первый вопрос, который мне задают большинство людей. Антонио, на что я должен потратить деньги в первую очередь? Итак, туфли и пиджак. Это первые вещи, на которые смотрят люди. Они посмотрят на вашу обувь, а также на пиджак. После этого выбирайте брюки. Но не стоит закупать пять пиджаков, а потом брюки. Убедитесь, что вы закончили один наряд. И если вы готовы, идите за парой качественных брюк. Люди смогут отличить джинсы за 25 долларов и более дорогие джинсы или брюки. Будь то классика или слаксы, которые сделаны из хорошей ткани. Обратите на это внимание. И третий пункт, который займет немного больше времени, чем просто купить одну-две рубашки. И ваши первые десять рубашек в универсальном гардеробе будут в основном белых и голубых цветов. Вы можете менять стили, немного менять рисунок, но просто белая и голубые рубашки – это основа. Если вы понимаете, что делаете, если вам нужен повседневный гардероб, вы можете нарушить это правило. Это просто мое руководство. И номер четыре – аксессуары. Галстуки, часы, карманные платки, носки, нижнее белье – все эти вещи, которые тоже нужно обновить. Итак, третий пункт – соответствие. Четыре пункта – цвет, рисунок, текстура, стиль. Что будем здесь делать? Стиль. Сначала задумайтесь о своем личном стиле. Снова. Я говорил об этом в воодушевляющем видео. Вот ссылка. Но вам нужно найти свой собственный стиль. Он может быть более повседневным или формальным. Все, о чем я здесь говорю, про мой стиль. Обычно я ношу бизнес-скежуал, потому что я представляю себя, свою семью, свой бизнес, когда я куда-то выхожу. Вот почему я так одеваюсь, даже при том, что я живу в маленьком городе с тысячей жителей. Следующее – о текстуре. Что большинство людей абсолютно игнорируют, но большинство вещей здесь, вот, как эта, шершавая поверхность, сделаны из синей фланели. Дает ощущение объема. Так я могу носить с чем-либо другим синим или этими канвасами. Они отлично сработаются и не будут выглядеть как костюм. Другая текстура сделана из твида. Снова шершавая поверхность. Вот рубашка. Сделана из приличного поплина. Будет отлично смотреться с фланелью и чем-то подобным по текстуре. Итак, различайте разницу между текстурами тканей. Рисунок. Это очень важно при создании универсального гардероба. Придерживайтесь небольших рисунков, если их нет в основных вещах. Почему, например, пиджаку не нужен мелкий рисунок, как елочка? Он становится приглушен и не так смотрится. Поэтому у рубашек мелкий рисунок. Я люблю монотонные. Если вы такую наденете, вот голубая, в мелкую клетку, практически незаметная, что отлично работает. Вы можете наслаждаться таким рисунком. А этот рисунок очень большой и громкий. Даже при том, что цвета достаточно нежные. Но размер клеток уменьшает возможность ее замены. Вы поняли? Я расположил рубашки в порядке уменьшения взаимозаменяемости. Наконец, цвет. Вам нужны основные цвета, которых вы будете придерживаться в создании универсального гардероба. Найдите те, которые подойдут вам и тому, чем вы занимаетесь. Что касается меня, я обожаю оливковый цвет, синий и серый. Я уже говорил немного о нем. Универсальный цвет, он подходит почти ко всему. И следующий, коричневый. Итак, в зависимости от того, что вы хотите носить, как цвет подходит вам, найдите их. Если у вас черные волосы, светлая кожа, вам подойдет серый. Также присмотреть что-то потемнее, если выберете светлые цвета, будет слишком большой контраст. Смысл ясен? Итак, теперь быстренько пройдемся по каждому из примеров. Для меня оливковый, синий, универсальный серый, снова, который сочетается почти со всеми здесь вещами. Затем тан. Если я выбираю между этими двумя, скорее всего я пойду в сером. Кстати, он немного переливает синим, когда надеваю рубашку. Мои первые 10 рубашек я придерживаю синего и белого. Так можно делать с любым стилем. В зависимости от воротников, посмотрите на тип рукавов. Так много деталей, которые можно изменить. И в этом нет ничего сложного. Сохраните пару основных рубашек. Но скажем, вам нужно что-то более повседневное. Тогда можете добавить микрорисунок. Но это не то, что нужно надевать на серьезную бизнес-встречу. Все эти рубашки будут отлично выглядеть и без галстука. Можете так одеваться, когда летите в самолете, в поезде на бизнес-встречу, и вам нужно что-то повседневное. Вы можете снять пиджак. В любом случае, вы будете выглядеть очень хорошо. Поговорим немного об этих рисунках. Цветной рисунок делает рубашку более повседневной. Кроме того, размер рисунка играет роль. Выглядит повседневнее, чем мелкая фиолетовая. Я люблю такие рисунки. Когда вы путешествуете, они играют свою роль. Скрывают пятна. Не забывайте про них в своем универсальном гардеробе. Поймите, они отлично выглядят на определенных людях. Определенном цвете лица. Но они менее универсальны. И последний пример. Это поло с длинным рукавом. Отлично выглядит в темном консервативном цвете. Я считаю, что ему самое место в универсальном гардеробе. А теперь быстро поговорим о штанах и брюках. Тут четыре примера. Обычно нужно придерживаться темных тонов. Единственное, что упустил, темно-коричневые брюки, которые сочетаются практически со всем. Найдите брюки, снова. Если у вас черные волосы и у вас много серого, черные брюки отлично сработают. Вы также можете выбрать разные виды. Как я говорил, разная текстура, разные материалы. Будет эффект. Джинсы. Я считаю, что их нужно поместить в гардероб. Вот я могу носить джинсы с большинством вещей здесь, включая пиджаки. И смотрится отлично. Теперь перейдем к галстукам. Если у вас нет темно-гренадинового галстука, это нужно исправить. Это один из наиболее классических и, я считаю, универсальных галстуков. Уже после мы берем зеленый, фиолетовый, в зависимости от ваших впечатлений. Но чем светлее галстук, тем менее он универсальен и становится более повседневным. Быстренько. Моя пара Оксфортов. Ботинки Чукка. Да, я сейчас бросаю свои туфли. Пара бордовых вингтипов. Заметьте, что мои туфли в темно-коричневом и бордовом цветах. Супер. Это пара лоферов, любимая пара слипанов во время поездок. Двойная пряжка. Каждый раз перед тем, как надеть, натираю ее. Но смысл в том, чтобы вы придерживались того, что вам подходит, и вы сможете с малым количеством одежды создать 4000 нарядов. Это ли не чудо? И сфокусируйтесь на качестве, друзья. Переходите на сайт Лэдбери, оставьте им свой e-mail и будете получать новостные сообщения. Но что более важно, вы имеете шанс выиграть создание вашего универсального гардероба. Господа, дайте знать, что вы думаете в комментариях. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!